В режиме онлайн новоиспеченный полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе провел прием граждан посредством видеосвязи. Что интересует жителей и какие сделаны заявления? Почтили память. В России сегодня день неизвестного солдата. По всей стране проходят различные акции. Ненецкий округ не исключение. Неограниченные возможности. В столице региона стартовала декады событий, посвященных Международному дню инвалидов. В одной из первых круглый стол. На нем обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Расскажем подробности. И они снова вышли на сцену. Подводим итоги очередного благодарительного концерта «Добрая песня о главном». Новые участники и новые композиции. Об этом не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги понедельника, первого рабочего дня. В студии Олега Танзийский. Мы начинаем. По поручению президента России, полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в режиме видеоконференции провел прием граждан пяти субъектов Северо-Запада, которые обратились к Владимиру Путину. Участие в видеоприеме приняли и главы регионов. Это первый прием граждан, который Александр Гуцан провел в статусе полпреда президента в СССР. Среди рассмотренных обращений вопрос жителя Ненинского округа Рафаил Румянцев обратился к главе государства с предложением оказать содействие развитию шахматного спорта среди детского населения региона. В частности, закупки инвентаря и обучению педагогов. О том, как реализуется это направление, рассказал глава Ненинского округа. У нас вообще в последний год активно развивается интерес наших школьников, детей к шахмату. В этом году количество учеников, школ, принимающих участие в соревнованиях, по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти в три раза. Мы включили шахмат в подарки для учеников. В 2018-19 годах был конфликт для учеников. Поэтому, конечно, что касается администрации Ненинского округа, мы готовы все-таки оказывать содействие, потому что понимаем, что шахматы – это тот вид спорта, который развивает наши детей интеллектуально, позволяет им думать нескандартно. И мы будем, конечно, в направлении поддерживать. Пол предпрезидента в СССР поинтересовался, существует ли в Наринмаре шахматный клуб. Губернатор Ненинского округа сообщил, что занятия для детей организуют через общеобразовательные учреждения, в частности, в 2018 году в 21 школе региона из 26 созданы бесплатные шахматные кружки. Я попрошу принять все меры, для того, чтобы этот вопрос был решен и до 31 августа 2019 года, направить в наш адрес информацию в адрес приемный президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном углу для подготовки соответствующих докладов. Предложения окружного шахматиста Рафаила Румянцева будут детально прорабатываться профильным департаментом. Сегодня в России день неизвестного солдата. Оскорбная дата отмечается ежегодно с 3 декабря 2014 года в памяти российских и советских войнах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. В Наринмаре сегодня в Обелиске Победы прошел траурный митинг. Все подробности далее. Почтить память погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны и других боевых действий у Обелиска Победы собрались представители администрации Ненецкого округа, Наринмара, собрания депутатов округа, волонтерских и общественных организаций. День 3 декабря выбран не случайно. В прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-й километр Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. Почтить память неизвестного солдата к Обелиску Победы пришли представители молодежных организаций, ветеранских объединений. Первый заместитель губернатора Михаил Васильев зачитал адрес от главы региона. Также он отметил, что к 75-летию Победы в Ненецком округе планируется возвести мемориал и переиздать книгу памяти. Особо отмечу, что именно преемственность поколений вносит существенный вклад в дело сохранения памяти о подвиге советских и российских солдат. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов выразил благодарность поисковикам, тем, кто спустя годы помогает родственникам погибших, пропавших без вести солдат, наших земляков найти их безымянное захоронение. Особо он отметил Веру Буркову и Андрея Николаева. Большая благодарность всем тем поисковикам. Это первое. И низкий поклон, и вечная память павшим безвестным героям. Поисковики не прекращают работы. Они отправляются к местам сражений, кропят над архивными материалами, делают запросы в комиссариаты, чтобы вернуть имена павшим героям и под оружейный залп отдать им воинские почести. Ольга Русул, Владимир Носкин, телеканал «Север». Вместе мы сможем больше. По таким девизам в окружной столице прошел круглый стол, посвященный проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и мерам соцподдержки этой категории граждан. Мероприятие приурочили к празднованию Международного дня инвалидов. Тему продолжит Ирина Никешина. О том, сколько человек с ограниченными возможностями здоровья проживает в нашем регионе, какие проблемы их волнуют, знает Надежда Ковалевская. Многие годы она возглавляет Ненецкую окружную организацию Всероссийского общества инвалидов. Я о деятельности организации не буду говорить. Все знают. Здесь присутствуют члены правления, активные мои помощники, которые действительно мне помогают в работе, потому что одна я бы ничего этого не сделала, то, что у нас делается в нашей организации. Одно из направлений работы Ненецкая окружная организация Всероссийского общества инвалидов – защита прав и законных интересов людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому сегодняшний круглый стол проходит с участием представителей профильных ведомств. Исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения Светлана Канева рассказала о существующих в регионе мерах соцподдержки инвалидов, а также дала ряд разъяснений. Очень часто возникают проблемы. Получил инвалидность, забрали тысячу как ветерана труда. Очень много, наверное, к вам обращаются. Я хочу пояснить, почему так происходит. Ежемесячная денежная выплата, которая выплачивается по инвалидности, которая включает в себя пакет социальных услуг, набор социальных услуг, так называемый НСУ, куда входит санаторный курорт на лечение лекарственное и предоставляется через пенсионный фонд. Это была так называемая монетизация льгот. То есть льготы, которые когда-то были в натуральной форме, это там проезд бесплатный в автобусе, установка телефона, зубопротезирование и прочее, в натуральном виде льготы были отменены и заменены денежной формой. Когда человеку назначается ежемесячная денежная выплата, если он будет получать по обеим категориям, это будет задвоение льгот. В ходе обсуждения мер социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе, Надежда Ковалевская обратила внимание на необходимость включения в программу зубопротезирования молодых инвалидов. На встрече с губернатором, с Александром Витальевичем, мы уже этот вопрос поднимали. И он согласен, чтобы эта мера поддержки была. Это же молодые инвалиды, им очень нужно, потому что третья группа инвалидностей, кто-то даже работает, зарплата небольшая, а кто-то и не работает. И молодые инвалиды, которые до 60 лет, они не имеют этой возможности. Мы не говорим, что сейчас все 3000 инвалидов там побегут вставлять зубы. Но хотя бы какую-то сумму, как Александр Витальевич предложил, хотя бы 5 миллионов на год закладывать бюджет, это возможно. Мы хотим, чтобы вы обратили на это внимание. По словам Надежды Ковалевской, этот вопрос остается нерешенным на протяжении 10 лет. И вот, наконец, их услышали. По поручению губернатора, данная мера социальной поддержки внесена в качестве проектов в государственную программу «Социальная поддержка граждан». Она сейчас находится на заключении в департаменте финансов. По сумме точно не скажу, по-моему, там чуть больше 5 миллионов на год заложено. В общем, на 270 человек в год, пока вот первое. Предусмотрены молодые инвалиды все до того возраста, которые предусмотрены по старшему поколению от 0 до, ну там, женщины 55, мужчины 60. Пока мы заложили как в программе старшее поколение для неработающих инвалидов молодого возраста. Еще один вопрос, касающийся мер соцподдержки, выплаты ко дню инвалидов. Раньше ее размер для взрослых составлял 10 тысяч рублей, теперь вдвое меньше. Но выплата эта нужна, говорит Надежда Евгеньевна. Очень много обращений от инвалидов поступает. И не только нашей организации, но и вообще инвалидов округа. Хотя нам объяснили, что это вроде как 5 тысяч вам подарок и достаточно, но я не думаю, что эти 5 тысяч инвалиды сейчас получат и пойдут покупать там себе косметику или что-то. Это все идет на их лечение. По словам представителей окружного профильного департамента, пока размер выплаты сохранится на прежнем уровне. 5 тысяч рублей для взрослых и 10 тысяч рублей для детей инвалидов. И еще один вопрос. Значит, у нас есть в округе такие инвалиды, которые здесь родились, но не имеют стажа по причине своего заболевания. И они не получают компенсацию Дню пожилого человека. Как можно решить вопрос? У нас тоже на каждой встрече звучит эта тема. Может быть, что-то сделать, чтобы они имеющие оседлость, более там 20 лет, они местные люди, но они не получают Дню пожилого человека 5 тысяч, потому что у них стажа не хватает. Это единицы ведь таких, но почему-то они вот у нас оказались... По словам депутата окружного собрания Анны Булатовой, этот вопрос готовится к рассмотрению. Будем рассматривать этот вопрос для того, чтобы внести на 2019 год поправки в закон. И как раз я запросила информацию у Светланы Юрьевны, у департамента здравоохранения, чтобы видеть наглядно, точно рассмотреть, рассчитать все, какие изменения, какие будут в дальнейшем возможности для рассмотрения финансовой составляющей этих поправок. На круглом столе обсуждали и другие проблемы. Люди с ограниченными возможностями здоровья могли задать интересующие их вопросы, которые обещали рассмотреть в частном порядке. Ирина Никишина, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Я с книгой «Открываю мир» именно так звучит девиз второго читательского форума, организованного специалистами Центральной библиотеки имени Печкова для учащихся с 5 по 11 класса. Для ребят провели различные мастер-классы, литературные занятия. Кроме того, состоялась встреча с окружными писателями Сергеем Тарабукиным и Владимиром Орловым. Подробности материали мои коллеги Людмилы Сидейской. В актовом зале Центральной библиотеки проходит встреча-диалог с писателем Сергеем Тарабукиным. Поэт рассказывает ребятам о начале своего творческого пути и читает стихотворения. Как вспоминает Сергей Вениаминович, первое шуточное произведение он написал своей сестре, когда еще служил в армии, а его полноценная литературная карьера началась в 80-х. Стихи писал. Получались, не получались, это другое дело, но факт, что писал. В последнее время больше прозу писал, рассказы, миниатюры. Миниатюры тоже надо уметь писать. Ну, в маленьком, так сказать, рассказе надо какую-то мысль хорошую выразить. Убедительно, о чем-то рассказать убедительно. Или смешно. На третьем этаже литературный экскурс. Он подготовлен к юбилею писателя Эдуарда Осадова. Такая познавательная лекция интересна ребятам старших классов. Мария Сыровенко в этом году стала победительницей школьного этапа по литературе. Девушка уверена, полученные знания пригодятся ей в дальнейшем при написании экзамена по предмету. Вчера были очень интересные тренинги. Тренинг и лекция. Викторина даже назвала бы так. Тренинг по актерскому слову. Я пыталась в своей жизни несколько раз ходить на актерские студии. Мне это близко, мне это интересно. И действительно, ввел профессионал своего дела. Ну, а для ребят помладше подготовили игру «Большому кораблю. Большое плавание». Участники разделились на четыре команды, в каждые по семь человек. Их задача – правильно ответить на вопросы по различным художественным произведениям. Как говорят организаторы, Нинецкий читательский форум проводится для того, чтобы познакомить детей с современной литературой и рассказать о писателях и поэтах. Ведь в том числе через книги они учатся мыслить и узнавать мир. Привлечь внимание к чтению, что это очень важно в нашей жизни. Мы пропагандируем писателей, говорим, как это здорово читать, что это совершенно другой мир, мир книги, мир увлечений, путешествий. Ну, цель – это чтение. И, как всегда, это в библиотеке происходит. В окружной столице образовательный проект состоялся уже во второй раз. В этом году его участниками стали около 300 школьников. В планах у организаторов сделать Нинецкий читательский форум традиционным. Людмила Сидейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». И в завершение выпуска в столице региона состоялось главное музыкальное событие года. Во Дворце культуры Арктика вновь прозвучали «Добрые песни о главном». Как всегда, на сцену для зрителей вышли в основном непрофессиональные артисты, это общественные деятели, представители органов власти, журналисты и не только. Причем количество участников стало рекордным за время существования проекта, как и сумма собранных средств до более 800 тысяч рублей. Ведь напомню, что концерт благотворительный. На первом из них побывал и мой коллега Иван Кутенников. Даже в последние минуты перед выходом на сцену участники концерта не перестают репетировать. Вот коллектив ТВ-бенд. В очередной раз в мельчайших подробностях обсуждают свой номер. Поступать им предстоит в самом начале. Если для ребят это уже не первые добрые песни, а главным, то для единственной девушки в команде номер станет дебютным. Мне кажется, ребятам, наверное, проще в этом плане. Меня, конечно, немножко колотят, потому что они уже выходили на эту сцену вот именно в этом проекте не раз, да? Третий раз вы участвуете. Третий раз участвую я, а не второй. Окей. Ну, в общем, волнительно, конечно, и очень переживаешь. Несмотря на то, что это благотворительный концерт, и здесь никто не должен смотреть на вокал, но все равно какие-то переживания есть. Мы сами себе хореографы. Даже если с нами работали люди, профессионалы, но мы все равно сами хотим как-то для себя. Мы же друг друга больше знаем. И попробуем сделать все на ура. А вот Светлана Третьякова буквально излучает спокойствие. Для нее это уже третий концерт. Дело привычное. Тем более сейчас ей предстоит участвовать в коллективном выступлении. В нашем номере шесть человек, поэтому на самом деле большого волнения нет. Очень хочется, чтобы концерт понравился зрителям. Когда солируешь, да, тогда очень волнительно. Как-то было в прошлом году, когда я пела одна. Конечно, было волнительно. И в первый раз, когда я тоже выходила, это было волнительно. Хотя мы пели в дуэте с Ильей Чепровым. Ну, а вот я говорю, что в этом году уже как-то уже более спокойнее. Вау, золотые купола! Вы что, не гоняли кузовикам в околах? Да! Как всегда, организаторы подобрали для участников самый разнообразный репертуар. Главной тематикой концертов в этом году стали так называемые мышапы. То есть песни состоят как минимум из двух музыкальных произведений. Но в некоторых номерах их гораздо больше. Яркий пример – дебютное выступление Жанны Самоходкина и Екатерины Спива, к которым ассистировали профессиональные вокалисты. Несмотря на волнение, девушки справились. Да и публике такой музыкальный калейдоскоп явно пришелся по вкусу. Зал просто супер воспринял. Большое спасибо зрителям. Поддерживали. Ну, очень волновалась, конечно. Боялась забыть слова, если честно. Все понравилось. Самое замечательное впечатление. Я вообще очень волновалась. Какой первый раз. Первый раз. Вообще коленки тряслись, голос дрожал. Вообще залу спасибо огромное. Только из-за зала в этом пришлось, ну, точнее, получилось расслабиться. И все уже получало. Просто кайф уже вот на самом... В конце это был просто кайф. Понравилось очень, реально. Это впечатление непередаваемое. Ты не правда, смеши, твоя правда. Ведь ты не так сильно уверена. Потому что ты так часто правда, что сама вот все это проведена. Одним из самых запоминающихся дуэтов вечера стало выступление Антона Пустовалова и Екатерины Дементьевой. Они исполнили современную версию песни «Миллион алых роз». Возможно, уверенный речитатив заместителя руководителя регионального департамента образования, культуры и спорта и стал для многих откровением. Но на самом деле в этом нет ничего удивительного. По словам Антона Пустовалова, он уже давно пишет собственные стихи и даже целые песни. Сложно все равно стоять на сцене. Это такой очень большой, наверное, труд артистов смотреть на людей, когда тебя видят, когда ты сразу... У тебя в голове возникает очень много мыслей, как тебя оценивают, что-то ты делаешь не так, как ты двигаешься, не хочешь всегда выглядеть как-то глупо на сцене. Раз веселые зрачки, твое имя дарут мне. Музыкальных сюрпризов было действительно в избытке, в том числе и под конец концерта, когда зал по-настоящему зажгли Анатолий Курленко, Максим Арбузов, Николай Адаменко и Романосов. Они исполнили хит группы «Звери районы кварталы». Банданы, кожаные куртки и мощная энергетика – все это позволило участникам показать по-настоящему драйвовый номер. Мне кажется, очень здорово, супер все было. Ну, как минимум, все прошло, как на последнем прогоне. Лучше! Лучше! Ну, даже лучше! И спасибо большое зрителям. Это просто чувствуется, когда вот отдача идет, это оттуда идет и обратно хочется дать еще больше. Ну, да, то есть зал теплый, теплый. Я не профессионал в наступлениях на сцене, но чувствуется, что дружелюбно настроился. И вот участники концерта вышли на исполнение финальной песни. Впрочем, на этом праздник не заканчивается. Уже по традиции добрые песни о главном проходят два дня подряд. Поэтому насладиться всеми этими замечательными мышапами зрители смогут еще и завтра. Концерт длился чуть больше часа, но за это время он вряд ли кого-то оставил равнодушным. Артиста на эмоциях публика в восторге. Изумительно, восхитительно, такой настрой, вообще позитив. И какие-то номера можете выделить больше других, что больше всего понравилось? В каждом номере была изюминка и все номера отличные. Очень замечательно, молодцы все и организаторы, и кто выступал. Тематика в этом году вот такая новая, понравилась вам? Да, понравилась очень. Я говорю, современная была музыка, современные песни, очень понравилась. Вот эта тематика новая мышапов, она выигрышная, а да, по сравнению, может быть, с другими. Зашла отлично. И, судя по реакции зала, всем очень понравилось. Иван Кутенников, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. Спонсором является медицинский центр «Решма». Всего хорошего и до встречи в эфире.